Украинские звезды эстрады, кино и телевидение, которые ради денег стали на сторону зла. Я уверена, что будущее у России великое. Пока Россия умывается кровью мирных жителей Украины, артисты-перебежчики продолжают и дальше об этом молчать. Многие артисты самоустранились, некоторые удалили свои аккаунты сами. Они цинично снимаются в новых проектах и развлекаются сцены Z-зрителей, когда их родные и близкие прячутся в подвалах от российских ракет. Вы самые-самые крутые! Спасибо, Питер! Ну а я сейчас покажу вам городскую жемчужину Калининграда. Однако позиция голубь мира или так называемый нейтралитет отнюдь не вписывается в кремлевскую пропаганду. Тут или поддерживай политику Путина, или чемодан и вокзал. Концерты Ани Лорак стали пытаться отменять. Пропаганда взялась за то, чтобы музыканты не высказывали антивоенное мнение как личности. Давайте откроем матрешку и узнаем, как украинским артистам-предателям живется в стране-агрессорше. И почему российские рубли им не пахнут кровью. Так было всегда. Украинцы, поющие на одной сцене со своими Z-коллегами, один из коварных планов путинского режима. Иными словами, лидеры мнений вместе поддерживают русских мальчиков в так называемой священной войне. Так и делаем. И будем это делать дальше. У пропаганды много инструментов, но музыка – это тот, который работает прямо на подсознание. Если слова не сработают, то музыка – это что-то, что нас сильно объединяет. Это тот самый универсальный язык. Не нуждающаяся в отдельном представлении Аня Лорак променяла свое звание народной артистки Украины на статус придворной музыкантши Кремля. Что как бы надо жить. Ты кто? Ты артист, да? Удивительная женщина. Ради щедрых гонораров Каролина пошла на сделку с террористическим российским режимом, закрыв глаза на массовые убийства украинцев. Я оказалась как-то посредине всего этого. Посреди двух огней. Огней, да. Дело в том, что в верности украинской певицы «Зет-Патриоты» усомнились после серии мемов от земляков с благодарностью за донаты для ВСУ. Донат, все закрепляй, донаты цвет. В Украине предательницу ждет СБУ с распростертыми объятиями. В России ее фирма находится в списке должников за неуплату налогов, а ее счета заморожены. Для Лорак важно сейчас показать профессиональную активность и гражданское послушание перед налоговой службой РФ. Иначе ее финансовому состоянию грозит банкротство. Чтобы выбраться из долговой ямы, певица-перебежчица начала демонстрировать так называемую профессиональную активность в РФ. У меня аншлаг на концерте, и звонят, и просят выступить в разных городах. Ани Лорак стал одним из членов жюри детского талант-шоу на провластном телеканале НТВ. Свои 45 продажная украинка встретила на сцене среди своих российских поклонников и друзей. Сегодня день моего рождения. И, конечно же, где же я его должна провести, как мне, своими любимыми, любимыми зрителями? Она стала сегодня любимой певицей в нашей стране. И, казалось бы, у притворщицы все наладилось, если бы не очередное публичное разоблачение одного из главных адептов путинской империи зла. По поводу госпожи Ани Лорак мы имели информацию, как я уже вам докладывал, от администрации президента. Вот что нам ответили. В настоящее время Аня Лорак принимает активное участие в благотворительном сборе детям, пострадавшим в период проведения СВО, а также оказывает финансовую помощь ГБУ, Шахтерский детский дом-интернат для инвалидов, ДНР и так далее. Но на этом «Зет-Патриот» не остановился. Его команда связалась с директором детского дома, которому якобы помогает украинская певица. Сегодня больше всего страдают невинные дети, которые не понимают вообще, что происходит, которые сегодня беженцами являются, семьи, они остались без крова. Я для себя выбрала такое направление – помогать им. Кто-кто? Ани Лорак. Ты помогаешь? Да, Ани Лорак помогает нам? Да, да. Нет, нам не помогает. По крайней мере, мне это неизвестно. Не успев толком побыть голубкой мира, Каролина резко стала чужой и для россиян. И правильно. У нас тысячи талантливых музыкантов и певцов поддержите их. Дайте им возможность вырасти, вместо того, чтобы двумя руками тащить обратно предателей и бездарность, которых не любят ни там, ни здесь. Вместе с Лорак на верной службе Кремля прибывает еще одна предательница – Таисия Павали. Время такое, понимаете? Она вывезла мать во время бомбежек из Киева и вдобавок получила гражданство РФ. Чем больше на нас хотят постигнуть, мы должны быть сплоченнее, быть патриотически настроены и должны созидать, быть вместе. Сбитая летчица упорно продолжает выступать на российской сцене, подбадривая зет-патриотов. Хандрить не надо, надо любить, открывать свое сердце. Вот она поет дуэтом с донецким мальчиком на мракобесном концерте «Голоса Победы». В нашей стране будет кем гордиться, есть уже кем гордиться, так что можно быть спокойными. А 14 июля, когда в Виннице погибли мирные люди от российских ракет, артистка-путинистка запела на украинском языке в Беларуси. Неуместно. Возвращаюсь. Украинка Регина Тодоренко также упорно делает вид, что россияне не убивают украинцев. Она не брезгует получать кровавые рубли и оставаться в Москве, пока ее родители живут под обстрелами в Одессе. Если бы мои слова могли как-то изменить положение вещей в Украине и в России между двумя странами, я бы с удовольствием вышла и сказала бы. А так, это будет как пумы, что ли? Это будет просто как пук, какой-то пшик в никуда. Что я донесу? Война – это когда нет серого. Есть черное и белое. Тодоренко с удовольствием развлекает рашистов в новом туристическом шоу, восхваляя страну-агрессоршу. Ведь из-за международной изоляции РФ телеведущая путешественница вынуждена колесить исключительно по просторам не до империи. Всем привет, это «Руссоэкспрессо». Наконец-то мы в Калининграде, Регина Петровна. За долгое время наших с тобой совместных путешествий мы все-таки сюда добрались. А сейчас специально для Регины Петровны джигитовка! Это такой зрелищный вид конного спорта. Родина-мать зовет. Скульптура воодушевляет своих сыновей перейти к наступлению на врага. А еще она входит в первую десятку самых высоких статуй мира. Какая же она все-таки величественная, правда? И после этого Регина рыдает крокодильями слезами, что не может привести мужа на свою родину, в Одессу. За что? Потому что у меня муж россиянин? Нет. Нет, Регина. Если ты до сих пор так ничего и не поняла, то лучше навсегда оставайся в своей России. Очень сложно. По зову сердца в РФ сбежала режиссер и ведущая Оксана Байрак. Заядлая путинистка уже снимает очередной сериал для пропагандистского канала «Россия-1». Россия давала ей деньги. Не сюда московские звезды прилетали. Снимались у нее. А после того, как ей перестали московские деньги давать, перестали сниматься московские звезды, значит, она перестала кем-то быть. И она там себя чувствует кем-то. Но ради этого нужно предать родину. Новость о старте съемок сообщил в соцсетях российский актер Антон Батырев, который поддерживает Путина и так называемую СВО. Подписчики сразу заметили, что на фото с тарелкой, где указана вся съемочная группа, режиссер подписан как Фрося Касьян. Возможно, таким образом кинодеятельница рассчитывала по-тихому заработать деньжат в РФ и вернуться назад. Мне было, есть и будет важным, что обо мне думает мой зритель и что обо мне думает моя страна. Я не побоюсь этого слова. Видимо, именно по этой причине госпожа Байрак закрыла для украинцев свои социальные сети, как только уехала во вражескую страну. Беглянка пощадила психику своих соотечественников, дабы они не видели ее прогулки по Русскому Питеру и дружеские объятия с Ватником Батыревым. Я всегда буду обожать свою страну и я очень хочу быть президентом этой страны, потому что я знаю, что жизнь – это кино. Кино Оксаны Байрак. И я знаю, как сделать вашу жизнь счастливым фильмом. Байрак никогда не скрывала свои пророссийские взгляды. Она не поддерживала революцию достоинства и все годы часто ездила на съемки в РФ. Однако начало полномасштабного вторжения Байрак встретила под обстрелами в Одессе. Читать невозможное дерьмо о каком-то моем внутреннем коллаборантстве, но в это же время помогать всем вам, мои дорогие украинцы, детям, старикам, онкобольным. И это во время войны, когда всех обстреливают, меня в том числе, и оставаться с собой. Поверьте, это дорогого стоит. Видя войну собственными глазами и прячась в подвалах от российских ракет, Байрак ни разу не обвинила Россию в агрессии и не призвала публично своих российских друзей выйти на улицы с протестами. Пожалуйста, обращаюсь ко всем, не поддаемся панике. Берегите себя. И огромная просьба. Если возле вас живут одинокие старики, поддержите их. Увиденное и пережитое на собственной шкуре не изменило пророссийских взглядов Оксаны Байрак. Она осталась верна имперской идеологии Путина, что россияне и украинцы – единый народ. А то, что Россия напала на Украину, виноваты, по ее мнению, сами украинцы. Украина должна куда-то эмигрировать. Расскажите мне. Я рождена в этой стране, я рождена для нее. Может быть, для того, чтобы стать первым президентом, который действительно подарит всем понимание жизни, а не существование. Ведь кто-то же сказал из великих астрологов, что Украину спасет женщину. Я думаю, что это я. Считайте, что договорились. Украинские гастролеры-артисты, которые предпочли откреститься от геноцидной войны, сделали свой выбор и остались в России. Они хотели всемирной популярности и славы. Что ж, теперь всероссийский тур по забытым богом деревням с избушками на куриных ножках – их творческий предел. Сейчас они оказались там, где им самое место.